Друзья, аттракцион ВЕГО. Подождите, подождите. Не торопитесь. А, чтобы холодно не было? Нет, не влезает. Постарайся. Постарайся. Еще, еще. До сих пор в деревнях это пользуется. Слушайте, а еще есть капюшон. Это не капюшон. Стой секунду. Размер в пределах 20 тысяч долларов. О, такой дорогой. Восемь месяцев работает? Да, да, да. Восемь месяцев работает, это 20 тысяч долларов стоит 20 тысяч. Пять месяцев, такой вот маленький ковер. И сколько он стоит? Это стоит 4 тысячи евро. Представляете, 4 тысячи евро? Да, это кожаный из ягненка, вот такие разные, меховые. Вот, второй вот такой мы вам откроем. Разные расцветочки, приблизительно черные, бежевые, красные, всякие такие имеются. Не надо, тебя не кайбет еще. Не кайбет, например? Нет, стой секунду. Сначала я вот так бросаешь вот эти салфеточки. Потом их надавливаешь. И он впитывает. Конечно, салфетка. Моментально, если что-то случится, вот так делаешь, все это из себя впитывается. Из дерева? Да, это ють. Это натуральный, ну, ють. Похоже на банановые волокна. Да, похоже на банановые волокна, но на самом деле это специальное дерево, если называется ють. Ковр от качества одно из старейших производств в мире. Оно стало традиционным ремеслом турков много веков назад. Турецкие ковры славятся не только своим красивым дизайном, но и прочностью и долговечностью. Существует много видов турецких ковров. И сегодня мы вас приглашаем в один из самых красивых и интересных магазинов Алании. Магазин Сылахалы, где нам расскажут про ковры, все, что вы не знали до этого. Поэтому, друзья, дорогие друзья, давайте пройдем теперь внутрь магазина Сылахалы, где нас встретят владелец магазина и продавец, который говорит на русском. И они нам покажут ковры, расскажут про цены, про качество и про то, как выбрать классный ковер, который подойдет к вашему интерьеру. Пойдем в магазин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Али. Анастасия. Очень приятно. Мемет. Мемет, вы владелец этого магазина. Си Сахиби. У вас не Сахиби. Али. Эксперт про ковры. Эксперт про ковры. Али, партнер и эксперт по коврам. И сейчас Али нам расскажет все самое важное, как выбрать правильный ковер, красивый, чтобы он подошел по интерьеру, по цене, по качеству. Согласен. Поэтому... Так как у нас двухэтажный, начнем с первого этажа. У нас такой небольшой выбор для красивых наших дам. Очень прекрасно. У нас сумочки здесь в восточном стиле. Давайте посмотрим скорее. Да, да, да. Также просто наша камера уже снимает, поэтому пусть покажут. Вот такие гобленовые сумки. Вот такие, например, для тех, кто любит животных, смотрите. Да, разные сумочки в разном стиле и в восточном стиле. А вот это кожа или кожа заменитель? Это заменитель нубук, кожа заменитель, поэтому ценник у нас очень приемливый. Вот такая сумочка где-то начинается от 25 долларов до 40 долларов от модели, от размера зависит. Например, вот такого типа же от сумочки вот. Ой, вот эти красивые. А вот эти сумочки гобеленовые где-то 30 долларов. 30 долларов. Да. Как они носятся в мороз, в холодную погоду? Очень хорошо, потому что у них там обработка еще внутри. Вот такая есть то, что воду не проницает ничего. Посмотрим. Да, посмотрите. А, они даже воду не проницаем. Да, да. Что вы знали, так как у нас очень много русских и скандинавтов покупателей, поэтому, чтобы вы посмотрели, и внутри кармашки тоже имеются. Ну, они чисто, вот не говорю, что сто лет будете носить, но в течение трех лет они будут хорошо. Но они такие оригинальные, интересные. Не у всех такие сумки есть, да? Да, да. Такие сумки, которые как у нас. А это ручная работа? Эти, как говорится, ручная машина. Полуручная. Полуручная, да. Это фирма турецкая? Да, наша фирма тоже, Clover, которую мы сумки делаем. А здесь, которые вот у нас в восточном стиле, сумки и кошельки, вот эти тоже, которые есть, ни у кого таких не увидите, потому что мы сами создаем, сами делаем вот такие разные модели. Вот такие интересные, да. Сколько, например, вот эта сумочка? Вот такие сумочки, вот именно вот эта, где-то 25 долларов. Слушайте, она и каждый день можно носить, и торжественные? Кому как удобно. Вот, например, вот такого плана же и клатч имеется. Вот, такие клатчи и так далее же. Этот в какую цену клатч? Это где-то от 15 до 20 долларов. Там разные клатчи имеются, поэтому меняется цена. Есть кошельки, а вот такие вот еще есть? Вот такие клатчи, вот такие разные сумочки имеются. Вот такие, мне особо нравится. Какой это цвет? Туркуаз бирюзовый. Туркуаз бирюзовый. Бирюзовый тон. Прям турецкий. В 17-18 год бирюзовые тона очень актуальны. Очень такие... Модные сейчас. Да, модные. И больше просьба бывает и на сумок, и на ковры. У вас вот такое с левой стороны очень красивый такой кальянный уголочек. Очень красивый вот и разные подушки вот такие из верблюжьих шести. Это из верблюжьих шести? Да, это из верблюжьих шести, которая делается. Все ручная работа. Вот такой... Это одно из самых таких хороших, качественных кальянный уголочек. И, как говорится, у нас есть и подешевле кальянный уголочек мы можем делать, и подороже кому как. И поэтому, чтобы вы знали, вот такого плана разные кальянный уголочек мы делаем. С правой стороны... То есть, можно на заказ делать? Конечно, конечно. И, например, если у кого-то есть дача, да? Не вопрос. Маленькие подушки сделаем, большие подушки сделаем, не вопрос. И все это верблюжья шерсть, да? Вот это все верблюжья шерсть. Это по-турецки называется гейбе. Это раньше. Это мы просто сейчас на столик. Голову засуну. А дайте ко мне подушку. А, чтобы холодно не было? Нет. Нет, не влезай. Не влезай. Постарайся. Сейчас влезай. Постарайся. Еще, еще. Ха-ха. Вот. До сих пор в деревнях это пользуется. Слушайте, а еще есть капюшон? Это не капюшон. Стой секундочку. А, это здесь? Кармашка. Вот это немножко отрезать. Здесь кармашка. У кого нету ишака, или же у кого нету ни мотоцикла, ни верблюда, все сюда заполняет передняя и задняя часть. А, это типа сумки. Как сумочки. И кроме этого, сам тащишь все полностью. А я думала капюшон. Ну, в принципе, если ты замерзнешь, в Алане никто не замерзает. Но если замерзнешь, вот такого плана, коляным уголочком будешь. Слушайте, классно. Вот это супер штука. Да, это тоже вот такого. И здесь разные старинные рисунки турецкие в мотивах имеются. Такие мотивы и в коврах можно видеть, как Доша Малты, потом Кайсери, Милас и всякие такие разные. Традиционные, да, рисунки. Для каждого района. Давайте помочь или вы сами? Нет, лучше помочь. Хорошо. Раз, два, три. Все. Волосы дымом. Не обращай. Ну, кто будет смотреть, тот поймет, что я мерила такую вот традиционную штуку и с волосами. Понял. Значит так, с правой стороны, с правой стороны у нас идут также сумочки. И уже не в восточном стиле, более модерном, вот такие в восточном стиле тоже есть шелковые. Вышивками шелковые. Посмотрим. Вот я сразу такую яркую нашла. Это шелковые, да? Это шелковые вышивки. Все, взяла. Узоры уже австралийские художницы Розина Вахмайстер. Вот такие делает кошечки. А вот эти Миру, Гоя, Кандинские я вам сейчас покажу. В таком смысле, что... Смотрите, какие классные сумочки. Просто супер. Оригинальные, в единственном экземпляре. Так, сейчас посмотрим, какая мне понравилась больше всего. Мне понравилась. А я, кстати, люблю вот такие вот. Прям с турецкими, турецкими. Да, это рисунки. Это я посмотрел, это Миру. Художник Миру. Его рисуночек вот такой. Сделали также вот такие сумочки. В какой цене они эти сумки? Вот эти сумки начинаются 50-60 долларов и так далее же. Ну вот это прям традиционные османские. Да, да, да. Османские орнаны. Вот таким Миру, Супер. Тут также кожезаменитель. Разные вот такие сумочки разные. Точно такие же вот здесь подушки имеются. Вот эти вообще классные, да. Тоже самое же. Тоже шелк, да? Тоже самое. В какой цене подушки? Подушки начинаются от 40 долларов, от 50 долларов. Вот такие разные подушки. Очень классные подушки. Кто, например, у кого, например, скучный интерьер, взять вот такие вот две подушечки. И их можно развалить. Просто кое-что расскажу. Вот это то же самое же. Можно внутрь за полным виде приобрести. Можно просто как наволочка. Их, например, устали от подушки. Делайте вот такие картины. Поняли, да? Они как подушка, как наволочка, как картина. Все вместе. Ну, они гораздо дешевле. 10-15 долларов. Ага, с разными тоже мотивами, да? Их можно и так же и картина делать. А с турецкими мотивами есть? Так же вот такие турецкие мотивы, как халавы, как тут. Сейчас поднимемся на второй этаж, медленно-медленно. Про ковра немножко я вам расскажу. Да, здесь у вас есть какие-то ковры. Почему на первом этаже выставлены именно эти ковры? Потому что это витринные ковры, потому что это более привлекающие. Разные вот такие вязаные ковры имеются у нас. Вязка. Вот это 100% шерстяной. Такой тяжелый плод. Да. Ну, у нас кроме этого, я вам расскажу и насчет доставки и все так же. Это просто баранье шерсть. Здесь шелковые ковры, бамбуковые ковры всякие такие разные имеются. Слушайте, а это хорошая идея. Наволочка надоела, сделала картину. Да, картину надоела, подарил другу. Это точно. Потом приехал в Турцию, купил еще и поменял. Здесь на втором этаже у вас такой выставочный зал. Да, вот такой красивый у нас ковровый магазин на втором этаже. 90% в котором у нас имеется ручная работа ковры, потому что у нас так как улица, очень такой марковая улица. Больше такой марки продается. Поэтому здесь мы стараемся делать так, чтобы хороший, качественный ковер продали. И кроме этого, самые хорошие, качественные ковры, одно из них считается шелковой коврой. Шелковые ковры для гостиной комнаты, например, минимальный, так скажем, размер и большой размер. Три на два, шесть квадратных размеров, начинается от четырех, от пяти тысяч долларов. И пошло, поехало и разные. Двадцать тысяч, четырех тысяч. Но это шелковые самые дорогие, да? Шелковые самые дорогие. Сколько мелочи узелков? Столько ли я вам ковер? Можно сразу вопрос? Давайте. Мы не все можем отличить шелк от синтетики, да? Как вот сразу на первый взгляд можно отличить, что ковер шелковый? Это очень хороший и актуальный вопрос, потому что очень много из наших клиентов, покупая, я вам так скажу, разные ковры, думают это шелк. Тот, который цвет меняет, не шелк, не все шелк, понимаете? Цвет меняет и синтетика, но я вам просто покажу несколько моделей ковра и дальше я вам объясню, как можно отличить шелк от другого ковра. А цвет меняет при свете или? В любом месте, хоть на улице, хоть здесь, по-любому темный и светлый. Вот это стопроцентный шелковый ковер, стопудов, стопроцентная ручная работа. В этом ковре в пределах 8 месяцев работали. Подмельца две женщины работали. А где он произведел этот ковер? У нас в маленьком фабрике, Аксарай, делаются вот эти ковры. И разные вот такие расцветочки, разные такие модели. И столько узелки меньше, столько дороже ковер. Самое главное, чтобы посмотрели, как сверху, так и изнанка этого ковра. Лицевая и изнанка, получается? Почти одинаково, видите? Значит, и качественный ковер, узелки мелче. Это получается шелк на шелке, да? Шелк на шелке. Прямо на кисточку, когда смотрите, сразу заметно, что кисточки вот эти полностью шелковые. Вы шелк никогда руками не сможете оторвать. Руку отрезте, чем шелковую нитку оторвать. Потому что самый прочный, одно из самых прочных материалов шелк. Три на два размера, предела 20 тысяч долларов. О, такой дорогой, 8 месяцев работы. Да, 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 8 месяцев работы, это 20 тысяч долларов стоит вот этот ковер. Здесь очень прям маленькие детали. Полностью. И натуральный шелковый коврак, 2-3 цвета не бывает. Бывает минимум 7 цветов. Минимум 7 цветов. Да, 7, 6 разные вот такие цвета и так далее. Ребята, откройте вот этот ковер. Ну это прям блестит, такой красивый. Вот этот ковер называем мы Golden Rose. Golden Rose, потому что и многие наших русских клиентов, вот такие модели, когда видят, они называют этого ковра как павлин. А, похоже на павлин. Да, похоже на павлин. И я вам так скажу, что с одной стороны, если камера наша снимает, светлый тон, а с другой стороны темный. Анастасия, кругом вот так ходите. Ой, а здесь светлый ковер. Вот это тоже 100% шелковый ковер. Я как 14-15 лет в этом сфере, я вам все полностью, мелкие детали вам рассказываю про ковра. Очень красивый. И это вот такое свойство шелка, да? Да, 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 да. Натуральный шелковый ковер как бархат. Как бархат. По-любому их. И они не тяжелые. Они не тяжелые. Они все. Маленькую упаковочку бывают, специальную сумочку, как ручной багаж можно с собой везти. Кроме этого, нашим покупателям мы всегда говорим, доставка любую точку страны, прямо до квартиры. Кроме этого, у нас вот такие маленькие, разные прикроватные, подарочные. Сколько вот этот ковер стоил? Вот этот ковер стоил в пределах 22 тысячи долларов. Слушайте, я даже по нему ходить не ею. Почему? Мы один раз в жизни живем, поэтому вот такие разные ковры покажем вам. Но я вам покажу и подешевле ковры шелковые, более крупные узелки, поэтому я лично сейчас показал одно из самых дорогих. Трещат на ночь, это трещат на ночь, это султанские мотивы, вот это разбросанные цветы, вот это. Очень красиво. Это тоже все шелк на шелк. Вот, все шелк на шелк. И сколько стоят вот эти вот маленькие? Маленькие начинаются вот эти от 500 долларов шелковые до 2000-3000 долларов, разные есть. А вот этот маленький, вот этот маленький, вот этот маленький, специальный ковер, вот этот такой маленький, это делается, вот этот ковер сделала одна женщина в течение 5 месяцев. 5 месяцев? 5 месяцев. Это как? Потому что много здесь невозможно работать, где максимум 3-4 часа. Специальная лупа, нитка шелковая, и все это делается в течение 5 месяцев. Такой маленький ковер. Друзья, смотрите, 5 месяцев, такой вот маленький ковер, и сколько он стоит? Это стоит 4 тысячи евро. Представляете, 4 тысячи евро. Это, знаете, ковер в Турции, Турция с чем знаменит? Не со своим, не, как говорится, ни петролем, ни газом, ничем. История, кроме этого, ковры, вот вся эта ручная работа, все эти ковры, как говорится, осталось еще со времен Султана, который в Стамбуле только по сарай есть. Там вот такие даже большие шелковые ковры делали для Султана, которые 50 квадратных метров, 60 квадратных метров, и до сих пор эти ковры хранятся. До сих пор, до сегодняшнего дня, актуальны вот эти ковры, но несмотря на то, что история этого ковра, минимум 3 тысячи, 2 тысячи лет идет. От кочевников еще осталось вот такого мотива, до сих пор делается. Этот ковер из знака, этого ковра. Первая технология ковра делается как келем, плетение, а вторая технология, вот эти все шелковые, вышивается. Вот эта нитка все остается для того, чтобы, для того, чтобы, например, левент-мей, бис-сртензо-алурмс-нес. Вот смотрите, этого ковра наши использовали как... Как шубу, да, как одежду верхнюю. Сейчас посмотрим. Как верхнюю одежду, чтобы тепло было. Как тулуп заворачивается. Да, да, да. Использовали этого ковра, как детская люлька. Люлька? Да, коврила, коврила. Как детская люлька. Я бы вас покатал бы, если купить. Можете? Садись, ложитесь. Не волнуйтесь. Выбор вах. Ложитесь, давайте. Точно? Да, да. Прямо в середину. Ничего страшного. Так, друзья, аттракцион вега. Подождите, подождите. Не торопитесь. Супер! Кроме этого... Как я помню? Вот такой вот цифр. Мы использовали раньше, этот коврик использовали как стена, с правой стороны или левой стороны родители спали, а в другой стороне дети, да. Кроме этого, это использовали как оберегание солнца, тент. То есть эти ковры, они вообще многофункциональны были? Да, 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 да. Поэтому раньше, чтобы солнце сильно не пекло, вот так. И это тоже шелк, да? Да, это все шелковой ниткой, но вышивается. И вот, поворачиваешь, и здесь уже еду и так далее же можно покушать, сидя, страшно же столиков не было. Ну, сейчас же тоже в деревне. Да, до сих пор, до сих пор, да. Но уже не на ковре таких, а других коврах. Просто на тряпочке. Да, вот такие разные у нас ковры, вот это тоже как килим, сумак и ковер. А сумак это что? Сумак это вот то, что я вам открыл, там шелковым вышивками. И здесь вот этот ковер идет и как палац, и как ковер. Рельеф, рельефный видишь? Да, рельефный такой. Вот этот ковер одно из самых тоже дорогих ковров, где-то в течение 8-9 месяцев это ковер делается полностью. Вот видишь, и знака не как ковер, а плетение, а тот часть, который здесь ковер, здесь полностью узел. Вот этот ковер, как говорится, при делах 8-9 тысяч долларов стоит. 8 тысяч долларов. Да, да, да. Да, и у нас не только вот такие ковры, есть и гораздо дешевле ковры, которые... Да, не каждый может себе посмотреть какой ковер, но все хотят красивее. Есть ковры гораздо дешевле цена. Вот эти ковры у нас в Аксарай делается, Аксарай вот такая у нас в деревне есть. Там все эти ковры делается. Аксарай это на светлый гуджи. Конья, да. На светлый гуджи и конья, конья в сторону конья, вот такие, да. Вот этот ковер у нас гораздо дешевле. Вот этот ковер, где-то 1,72-1,40 размер, стоит 300-400, вот такие разные... Какая это? Состав у нас идет, это машинная работа, а состав идет хлопок с синтетикой. Хлопок с вискозой, да? Да, вискозой. Получается хлопок на вискозе. Да. Или вискоза на хлопке. Вискоза на хлопке. Вискоза на хлопке. Да. И вот такого плана еще вот пусть откроют, коричневые, бежевые тона, и ряча ламады. Очень тоже красивые такие. Но они тоже ноские, да? Ноские, да, конечно. В течение 80 лет с ними ничего не случится. Это не означает, что цена если дешевле, ковер некачественная. Ковры все качественные. Вот. Просто разница в материале. Шелк, конечно же. Да, да. Откроем вот такие ковры в модерном стиле. Это кожаные из ягненка, вот такие разные, меховые. Я не знаю, что это. Очень красивые, да. Вот второе вот такое мы вам откроем. Разные расцветочки. Приблизительно черные, бежевые, красные, всякие такие. Есть, имеется вот такие еще из бычка, из коровы, из бычка. Вот такие ковры. А, здесь еще ставки кожаные. Ставки кожаные, да. Но это супер такие современные. Вот такие из бычка тоже делаем ковры. Они тонкие, но они практичные. Например, если на эти ковры выливается кола, фанта, водичка. Так, выливаем воду. Оно пропитано вот такое. И вообще внутрь не впитывается. Да, да, да. Можете трогать. Сейчас у нас парень. Да, она прям остается. Сейчас парень. Вот собирается прям. Нет, стой секунду. Сначала я вот так бросаю вот эти салфеточки. Потом их надавливаешь. И он впитывает. Конечно, салфетка моментально, если что-то случится, вот так делаешь, все это в себя впитывается. Конечно, конечно. Это моментально, который ты делаешь. А чем он пропитан? Специально лонониловый жир там бывает. И с ним он вот так пропитывается. Ну вот это тоже очень такой красивый. Этот сколько стоит ковер? Вот такой ковер, маленький, прикроватный, 200 долларов. Давайте теперь посмотрим вообще совсем дешевые ковры. Какие у вас есть? Совсем дешевые ковры, которые у нас есть. Вот такого плана я вам покажу. Например, вот эти ковры уже дешевле машинной работы, дешевле этого ковра. Ничего не важно. Вот этот ковер вот такой размер, 150 долларов стоит. Это тоже вискоза получается? Да, это вискоза, чисто вискоза. Антиаллергичные, антибактериальные, пройдем сюда. Вот такого плана ковры. Они тоже таки интересные. Как будто потерты. Да, под старину как будто сделаны. На самом деле, по камере не знаю, как смотрится. На самом деле, они очень качественные. Антиаллергичные, антибактериальные ковры идут. Да, бамбуковые ковры. И вот такие еще. И с какой ценой вот эти ковры бамбуковые? Бамбуковые разные. 1000 долларов, 1500 долларов, 800 долларов. А вот это уже идет у нас шелк на шерстье. Шелк на шерсть. Да, да, да. И в какую цену вот этот ковер? Цены, знаете, цены, они разные. Поэтому мне сейчас какую-то, если цену сказать, шелк на шерстье есть у нас и 700 долларов. И вот этот ковер будет в пределах 3000 долларов. Вот мои самые любимые ковры. Вот такого плана. Да, вот такие ковры. Вот еще вам покажу из дерева ют. Из дерева ют делаем вот такие, это литеные ковры. Здесь ют делается. Из дерева? Да. Это ют. Это натуральный, ну, ют. Похоже на банановые волокна. Да, похоже на банановые волокна. Но на самом деле это из специальной дерева. И называется... Твоей травой пахнет, правда. Это тоже. Откроем вам. Красивенький у нас. Белый ют. Смотрите, как-то. Ценовая категория от 500 долларов. 1500 долларов в они тоже меняются. Я вам несколько, чтобы вот такие разные шелковые ковры еще покажу. Более туркуаз, бирюзовый тонн. Вот эти шикарные вообще. Да, да, да. Это безупречные ковры, которые у нас имеются. Вот. И, конечно же, мы вам покажем еще коричневые тонны, бежевые тонны. Сначала мави, как были бежли. В общем, у вас ковры на любой вкус. Да. Кошелек, дизайн. Да, 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 да. Чтобы вы знали, вы имели в виду... Ой, вот эти тоже ковры. Разные вот такие красивые ковры у нас имеются сломовые кости. В основном интерьерах это тоже очень-очень много почвы. И они не лечили. Пять цвет поменяем мы вам. Двадцать. Чем-то не чекали. И зерну лечили. Сейчас мы перевернем вот этого ковра. Чем-то. И посмотрим. Ой, прям темнеет он. Вот один ковер, две разные цвета. Темный свет, светлый. И такого же плана разные мелкие имеются. И кроме этого, если есть у вас вопросы, задавайте. Потому что у нас из верблюжьей шерсти даже имеется вот такие покрывала, одеяло, которые мы вот там повесили. И вопросы, если есть, задавайте мне. И по ценовой категории, или вязаным коврам, или шелковым коврам. Объясню. Я думаю, что вопросы вам зададут наши зрители. Супер. В описании к этому видео мы оставим все ваши контакты. Не вопрос. Все социальные сети. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться к Али. Да. И он, конечно же, ответит на вопросы по поводу цен, качества. Не проблема. Доставки и так далее. Сетевкат и гарантия. У нас на шелковые ковры 10 лет сетевкат гарантия на поменение. А остальные ручные работы с шерстяной коврой и шелковым на 2 года у нас сетевкат гарантия имеется. Спасибо вам большое за такое. Не за что. Познавательную, интересную экскурсию. Это действительно была экскурсия. Поэтому, друзья, обязательно приходите в этот магазин. Называется Сылахалы. Да, Сылахалы. Можно для начала прийти посмотреть. Конечно. Ознакомиться с ассортиментом. Я сам лично буду обслуживать. Наши работники будут обслуживать. Чтобы вы знали, не обязательно русский знать. Можно и на английском разговаривать. Можно и на турецком. Можно в любых языках у нас продавцы имеется. А чисто те люди, которые на русском разговаривают, я сам лично тоже буду обслуживать. Чтобы вы знали, никакие сложности нет в наших языковых барьерах. Поэтому, пожалуйста, приходите. Во всем мы вам поможем. Да. Али просто потрясающий собеседник. Он говорил больше меня сегодня. Но это было классно. Все знает про ковры. В общем, друзья, обязательно приходите в магазин Сылахалы. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Лично для меня даже сегодня поход сюда был очень познавательным и интересным. И вы, конечно же, приходите. Узнавайте больше. Покупайте ковры. И покупайте качественные ковры из натуральных. Так, как говорится, ковров очень много в этом мире, в этом жизни. Но качественные ковры, они совсем по-другому. Можно и ковры приобрести за 30 долларов из Икеи. Понимаете? Но ковры надо купить у ковриста. У нас вот такая слава есть. У ковриста. Ссылки и все телефоны в описании. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели. И пока-пока из Солнечной Лании. Все. До свидания. Берегите себя. Удачи ждем.